Под небом голубым Во время своего последнего большого интервью части 1 на временной отметке 16 минут 40 секунд Дмитрий Зочи говорит В это самое время в правом нижнем углу кадра в зеркале появляется, кто бы мог подумать, а? Небесный Иерусалим! А Дмитрий Зочи продолжает свою мысль Когда и я смогу сказать, вот теперь в России действительно все хорошо Часть зрителей считает, что это образ не небесного Иерусалима, а Асгарда В скандинавской мифологии Асгард – это небесный город, обитель богов Асов А в славяно-арийских ведах есть упоминание города Асгарда Ирийского, который стоял на реке Ирий, ныне Иртыш И этот город сейчас именуется Омск Но есть и те, кто указывают на песню Бориса Гребенщикова «Город», неся молву о том, что именно тот город золотой и имел в виду Дмитрий Зочи, засветив образ в интервью И эти люди правы, но вот только город золотой из известной всем песни и небесный Иерусалим – это одно и то же Образы, описанные в тексте той песни, библейские и взятые из откровения Иоанна Богослова или Апокалипсиса Который является главной шифровальной-дешифровальной книгой каббалистов за кулисы Свою известность песня приобрела, когда ее стал исполнять Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» Но, как оказалось, это был не первый исполнитель композиции, названной лучшей песней 20 века А об авторах слов и музыки и вовсе долгое время ходили споры Появление песни «Город» долгие годы было окутано тайной Даже сам Гребенщиков, исполняя ее в 1984 году в Харькове, признался, что ему неизвестен создатель композиции Было много версий авторства песни С течением времени с музыкой более-менее стало ясно Слова выложены на концону композитора Франческо Дамилану, что дошла до нас с самой эпохи Возрождения А вот с автором слов вышло сложнее Называли и самого Гребенщикова, и Алексея Хвостенко, знаменитого рок-барда питерского андеграунда 70-80-х И только недавно, после расследования, которое провел Зеев Гезель, знаменитый израильский бард, журналист и переводчик Свет увидела действительно захватывающая история А начало пошло с грандиозной мистификацией 20-го века В начале 70-х годов мелодия выпускает пластинку с композициями лютневой музыки Ставшую поистине легендарной и произведшей большой фурор Ее слушали буквально до дыр все, вне зависимости от пола, возраста и профессии Композиции с нее взяли в качестве фона различные передачи на радио, телевидении, в кино И первая композиция – это «Канцона», которая стала прародителем песни «Город» В сопровождении говорилось, что Франческо Дамилана был выдающимся лютнистом Он был придворным музыкантом при дворе Медичи, а затем у Павла Третьего Сотворил большое количество произведений Однако наша «Канцона» не содержится в списке опусов композитора А ряд специалистов полагает, что музыка, выпущенная на пластинке Исполнена вовсе не на лютне, а на обычной гитаре Да и сама пластинка считается профанацией На обложке записи указывается фамилия Вавилов Он исполнил все композиции на лютне, но в записи принимали участие и прочие инструменты Согласно расследованию, было установлено, что Вавилов и есть автор этих произведений Владимир Вавилов – это знаменитый в 60-е годы семиструнник, виртуозно владеющий инструментом Вдохновленный музыкой Ренессанса, он научился играть на лютне Вернее, лютневой гитаре своего производства И примерно в 1968 году написал великолепные композиции в стиле того времени Изначально он исполнял их во время концертов Предварял все благозвучными именами эпохи Ренессанса При этом публика была в полном восторге После этого Вавилов издал свою пластинку Фамилии авторов он приписал произвольно Возникает логичный вопрос, для чего? По всей видимости, он хотел донести музыку до аудитории Чтобы привлечь ее внимание к старинному исполнению Конец 1972 года, Ленинград Наш следующий герой 36-летний Анри Валахонский Химик по образованию, но поэт-философ по призванию Шуточные пьесы и басни, проза и длинные многофигурные поэмы Ирония и метафизика, венки сонетов и философские трактаты Толкование апокалипсиса и квазипереводы Катулла, Джойса Книги Загар и каббалистических трактатов И при этом, сам издат и единственное стихотворение в журнале Аврора Типичная судьба поэта бронзового века Мифологический шлейф и вынужденная эмиграция в 1973 году А между тем, вот уже месяц Анри не дает покоя пластинка «Лютневая музыка» 16-17 веков Оставленная кем-то из друзей А мелодия канцоны и вовсе постоянно звучит в голове Почему-то в памяти стали всплывать знакомые места из Экклезиаста Небесный град и Иерусалим Его невиданные звери Символические библейские персонажи Орел, Телец и Лев И загадочный оборот Исполненные очей Многие сами привели поэта в мастерскую к его другу Акселю Где он за 15 минут путем озарения свыше написал стихотворение Начинавшееся со слов писания Над небом голубым И назвал его просто Рай Его многолетний друг и соавтор В творческом союзе с которым они написали порядка 100 песен Под именем А.Х.В. Алексей Хвостенко Наложил стихи Анри на канцону Франческо Дамилана Так появилась первая редакция песни Он же первым исполнил ее под гитару Своим знаменитым скрипучим и хриплым голосом Немного упростив припев на бардовский лад Именно из этого варианта исходил потом Борис Гребенщиков За зиму А.Х.В. записали целую кассету с песнями на старинные мелодии с пластинки И весной 1973 года Рай отправился в путь по квартирникам и магнитофонам Москвы и Питера Вскоре оба оказались за пределами страны с ярлыком враг народа Но оставшись сиротой песня продолжила жить Ее полюбили и пели От кого-то ее услышала Елена Камбурова От нее уже с началом над твердью голубой Известный бард Виктор Луферов Оба стали исполнять ее в своих вариантах Настоящие авторы уже определились Это Владимир Вавилов и Андрей Волохонский Осталось еще непонятно Все-таки над или под небом голубых 1976 год Студия Радуга Эрика Горошевского Тогда еще студента у Георгия Товстоногова Была очень популярна среди питерских студентов И вообще среди молодежи Долгое время у них была одна студия для записи с группой Аквариум Они часто вместе записывались, репетировали В 1974 году даже совместно поставили концептуальный спектакль Капустник Притчи графа Диффузора С которого и началась официальная история Аквариума И вот при полном аншлаге состоялась премьера легендарного спектакля Сид По пьесе драматурга 17 века Корнеля По воспоминаниям там оказался в полном составе Аквариум А в качестве музыкального сопровождения В спектакле звучала песня Рай Но музыка была взята в первоначальном варианте с пластинки Видимо Бориса Гребенщикова она глубоко зацепила Ибо через 8 лет он все-таки включил ее в свой репертуар Так Борис Гребенщиков стал пятым исполнителем этой песни Уже в известной всем редакции Она получила название город И у нее изменилось первое слово Под небом голубым Многие утверждают, что это Борис плохо расслышал или запомнил Сколько лет-то прошло Однако сам Борис Гребенщиков считает это принципиальным Ибо, говорит он в одном из интервью Царство Божие находится внутри нас И поэтому помещать небесный Иерусалим на небо бессмысленно А может он просто опасался антирелигиозной цензуры Сам же Хвостенко считает Да, подпортил текст Он ее, наверное, усвоил на слух Слух у парня так себе Что же делать? Более сотни раз город звучал на концертах аквариума В десятках городов В 1986 году песня вошла в альбом «Десять стрел» В 1987 году она прозвучала на всю страну В культовом фильме Сергея Соловьева «Асса» Правда, без имен создателей песни в титрах Поэтому с тех пор автором повсеместно считался Борис Гребенщиков Тебя там встретит огнегривый лев И синий вол, исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый Город стал своего рода гимном целого поколения Андрей Волохонский говорил «Я ему исключительно благодарен Он сделал эту песню столь популярной Ведь Гребенщиков исполнил эту песню тогда Когда и моего имени нельзя было называть Да еще и в фильме, и в столь популярном фильме Рассказы о том, что я будто бы подавал на него в суд Чушь! Тебя там встретит огнегривый лев И синий вол, исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый Ползет козлодоев, мокры его брюки Он стар, он желает сортир Итак, теперь думаю понятно, о чем эта песня В колоде Таро есть десятый старший аркан Колесо Фортуны На котором также отображен этот апокалиптический сюжет Сам я изучил апокалипсис вдоль и поперек И не буду здесь цитировать из него тексты Где упоминаются эти персонажи А скажу своими словами то, о чем там поведано В город тот золотой с двенадцати воротами Попадут лишь сто сорок четыре тысячи сынов Израилевых По двенадцать тысяч из каждых двенадцати колен Причем девственников И которые знают и смогут спеть особую песню А все остальные, неверные, сгорят в озере Серой Там нет ни слова об иных национальностях Этносах, народах, как ни назови Или уже два плюс два разучились складывать И я не из тех, кто верит в это пророчество Но это план, которого и придерживается за кулиса Двенадцать колен сынов Израилевых Это потомки двенадцати сыновей Иакова Внука Авраама, который без тени сомнения Готов был принести в жертву Яхве своего первенца В фильме же «Замысел» Дмитрий Зочи Также засветил тот небесный Иерусалим С двенадцатью вратами И двенадцать колен сынов Израилевых В образе князей солнца А в самом конце первой части последнего большого интервью Показал символ девяти лучевой звезды И надпись справа налево Читается как «Орден сирени» Единственное, что можно найти в сети По запросу «Орден сирени» Это картина маслом 2021 года Все того же Бориса Гребенщикова Под названием «Обитель рыцарей Ордена сирени» Ну а далее уже сами думайте Что имел в виду Дмитрий Зочи Показав в фильме и интервью Образ того города золотого Если не согласны с моей трактовкой И можете смело закидывать меня в комментариях Гнилыми помидорами Я принимаю вас всех Такими, какие вы есть На этом у меня все Всех обнял Красное солнце сгорает оттла День догорает снег На пылающий город падает тень Смех И поминут Используйся Гребенщик Используйся Смех Используйся Используйся На пылающей Всех Смех Используйся Продолжение следует...